Советский Союз По просьбе полицейских неприятный пикет переместился внутрь Гоголевского бульвара, дабы не мешать гражданам проходить мимо. А лучше вообще куда подальше. Ведь напоминание о нестабильности раздражает власть. И будет лучше, если обыватель об этом не узнает. Между тем ситуация банальна. Дмитрий Рогозин продавил своего человека на пост руководителя завода «Ижмаш». Тот назначил себе и высшему руководству за облачные зарплаты. А на рабочих положил столичный прибор. Арифметика же о средних зарплатах и вовсе примитивна. Когда у Васи 4 яблока, а у Пети не одного, в среднем у обоих получается по 2 яблока. Вот она стабильность. И Путин о ней с удовольствием рассказывает. А то, что люди недовольны, так для всех мил не будешь. Проблема в том, что эти москвичи, которые были назначены на НПО «Ижмаш», они мало того, что получают Екатерина Сугаренко, получают 700 тысяч рублей. То есть Константин Бусыгин, около полутора миллионов рублей он получает. И они отказались идти на диалог с рабочим коллективом. Рабочий коллектив не раз выходил с требованием о поднятии минимальной заработной платы на заводе. Секундочку, это же оборонное предприятие, и по идее там должны быть приличные зарплаты. А почему они такие лизерные? На соседнем заводе, Ижевском механическом заводе, заработные платы, то есть специалист, например, инженер-конструктор третьей категории, вот Валерий Поздеев, председатель профсоюза, он получает 7,5 тысяч рублей. То есть на Ижевском механическом заводе он получал бы 30 тысяч рублей. Понимаете, и он просто встал перед выбором. Либо создать свою независимую организацию и добиться повышения заработных плат. Ну и либо уходить с завода, и на заводе просто никого не останется, и некому будет выпускать не только автоматы Калашникова, но и станки, которые когда-то славились на всю Россию. И, собственно говоря, ряд других изделий, которые востребованы, и которые завод может при нормальном руководстве выпускать. Но из-за того, что, понимаете, вот такие менеджеры пришли, то есть были назначены, Константин Бусыгин, он в прошлом глава управы Солнцевского района. То есть этот человек не занимался ничем, кроме того, что, собственно говоря, занимался благоустройством улиц, то есть вот такие вот какие-то технические вопросы. А тут оборонное предприятие, его назначают туда. И после этого, собственно, вот заработная плата не поднялась. Ну, может быть, Бусыгин Солнцевский, может, он пацифист, и ему не нужна оборонка, там, военщина. Среди рабочих у него кличка буддист. То есть он приходит и говорит, все будет, будет, успокойтесь, ребята. То есть, ну, к сожалению, ничего не меняется, поэтому сегодня сюда приехало около 10 работников предприятия. Каждый представляет свое производство. Кто-то оружейное производство, кто-то станкострой, кто-то инструментальное. Есть даже, собственно говоря, сотрудник службы безопасности. И все мы передаем требования заводчан вот именно эти три пункта. То есть убрать Бусыгину, убрать Сугаренко и поднять заработную плату хотя бы до 10 тысяч рублей. Неужели такие маленькие зарплаты у вас на Ижимаше? Да, у представителей рабочего класса именно так и есть. А сколько, если не секрет? Последнее было официальное заявление нашего руководства через газету «Машиностроители». 5,370 – это получили два работника. А вообще 6,7. Я просто радею душой за свое предприятие. Все-таки я живу и город свой люблю. И мама у меня отработала 40 с лишним лет. И не хочется, чтобы оно разваливалось. Вот дальше уже некуда. А чем объясняют такие низкие зарплаты на Ижимаше? Вот-то выезда. Вот разваливается весь и все. Но опять же на фоне, если судить, вот у нас очень много руководителей сейчас москвичей. И вот мое мнение лично даже, как вы думаете, хороший хозяин предприятия будет платить соответственно по-московски, размером же им зарплату. А рабочим вот такие крохи. У меня у самой заработок 7. Это далеко недавнее время у нас. Был 6. Ну, может, полгода вот так вот. А вам хватает на жизнь? Ну, а как вы думаете, как-то приходится вертеться? У нас оклад меньше, чем прожиточный минимум. Это уже противозаконно. Да, ну подождите, подождите. У меня документы есть. Смотрите, смотрите. Подождите, что вы? Пойдем, пойдем со мной. Здесь написано 18 тысяч зарплата, а люди говорят 7. Вот среднее. А подойдите, я вам покажу ведомости платежные. Пойдемте со мной. Подождите, зачем ведомости? Давайте с людьми поговорим. Давайте с людьми поговорим. Давайте с людьми поговорим. Ну, вот как вас зовут? А как вас зовут? Меня зовут Александр. Пойдемте со мной. Пойдемте, мы готовы с вами. В разгар пикета на бульваре появился некто Валера, вертлявый, как человек шарнир. Представившись работником Ростехнологий, технично раздал информационные листки Где решительно опровергалась кляуза о зарплатах Узнав политвестник в лицо, отобрал спасительные листочки Зато лучезарно улыбаясь, пригласил нас на беседу В надежде избежать скандала Но даже и тут обманул Так что не волнуйтесь, все будет нормально Так я не волнуйтесь, я уверен, что у нас... Конечно, конечно, вы в машину не попадете А то скажете, что я вас под машину толкнул Ну, прямо вот такие сразу вещи говорите, жуткие, лютые, ужасные Конечно, конечно, Александр, мы же знаем, мы тоже работаем в прессе Конечно, я журналист в 30-летнем стаже Да вы что? Да вы коллега И всегда говорите только правду, да? Только, конечно, как и вы, Александр Да, я безусловно, я безусловно Меня люди интересуют, понимаете? А я вас как раз про людей скажу Про людей, пойдемте и вы пойдемте с нами тоже Вот какой гостеприимный человек Вас как зовут-то? А вас? Меня Александр А мне Валерий зовут Валерий вас зовут, отлично Конечно Отлично, вот сейчас мы с вами пообщаемся Пойдемте А вы не подскажете, почему просили убрать плакат про Рогозина? Понимаете, в чем дело? Господин Рогозин, неприятно Для того, чтобы такой плакат повесить, нужны юридические основания Почему? Какие юридические основания? Понимаете, там же, как написано Убейте, убили там, или что они там сделали? Убили завод, правильно? Слово убили Слово убили, а вы пока Я Александр предоставил Не, 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 не Пойдем с вами Пожалуйста, пожалуйста А вы тоже Вот, пожалуйста, тоже приходите Сергей Некрасов. А вы там работаете на заводе? Нет, я не работаю на заводе. Я на освобожденной основе в независимом профсоюзе. Давайте Валеру Поздеева. Что значит на освобожденном основе в независимом профсоюзе? Если в профсоюзе, значит вы должны быть сотрудником завода, правильно? Нет, это все зависит от устава. Извините, пожалуйста. А какого устава? Если ваше руководство увольняет всех наших сотрудников профсоюза, профсоюза, собственно говоря, я имею в виду членов, и после этого вы говорите, что у вас только действующие могут. Конечно, конечно. Давайте зовем сюда Поздеева. Профсоюз. Поздеева готовы принять. Профсоюз. Кто такой Поздеева? Инженера, конструктора, третьей категории, председателя. Давайте, давайте, давайте. Ко мне сейчас подошел человек, некто Валерий из Ростехнологии, и дал мне бумажку, правда потом опять отнял сразу. Ну, Валера дал, Валера взял. Там на бумажке написано, что 18 тысяч зарплата. Кто врет-то? Ну, как понимаете, средняя температура по больнице, да? То есть, когда кто-то получает 500, а кто-то получает 10 тысяч, а средняя у них какая получается? 205 тысяч рублей. А, там, сколько? 255 тысяч рублей. Вот расчетный листок фрезеровщика на оружейном производстве. Вот, окончаловка 5455 и аванс 2000 рублей. Вот моя расчетка. Здесь, вот, самая интересная цифра, вот, 24 тысячи рублей я получил с начала этого года, то есть, за 4 месяца. То есть, это получается сколько у нас? 6, примерно 6 тысяч рублей в месяц. Я работаю инженером-конструктором третьей категории, на станкостроительном производстве. Мне кажется, такие низкие зарплаты из-за того, что неграмотное управление просто предприятием. Если человек всю жизнь проработал, там, связан был с ЖКХ, а сейчас он управляет стратегически важным для России предприятием, оборонным предприятием, которое, собственно, не раз уже во многих конфликтах, так скажем, доказывало, что оно способно защитить нашу страну, да? Когда во время Великой Отечественной войны у нас было произведено, там, десятки миллионов винтовок Мосина, да, там, авиационных пушек, управляемых снарядов. Как может этот человек заниматься таким, собственно, таким делом? Где господин Познеев, ваш председатель? Познеев, вот, пожалуйста. Ну, проходите, господин Познеев, мы вас ждем. И нас тоже, да? Нет, у нас, к сожалению, а может быть, к счастью, режимное учреждение. К счастью для кого? Для всех, для вас и для нас. Еще один пацифист. Ближе к трем часам дня пикет образовался у метро 1905 года. Прохожие удивлялись, неужели оборонка и вправду никому не нужна? Повсюду твердят о могучих достижениях державы, а здесь такой конфуз. Независимый профсоюз, настоящая кость в горле у эффективных управленцев завода «Ижмаш». Между тем, дела на заводе идут все хуже и хуже. И было бы, наверное, логично, если бы этими эффективными менеджерами заинтересовалось ведомство господина Бастрыкина. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Если говорить честно о ситуации в Ижевске, то, глядя на нее, хочется плакать, поскольку там есть хорошие люди, а город умирает. Почему он умирает? Кто виноват? Сложно сказать. Это геополитический вопрос. Знаю одно, как вот, допустим, идут вопросы, как люди говорят в Ижевске об этой ситуации. Все равно же слухи какие-то ходят, о чем-то население разговаривает. И они видят минус в том, что город стал неавтономным. О чем я говорю? Это то, что основные направления, которые приносят какой-то доход городу, они принадлежат либо Екатеринбургу, либо Перми, либо Казани, либо Нижнему Новгору, Москве или Питеру. И таким образом денег-то, так каковых в Ижевске, вообще не остается. Ну, конечно, там кто-то-то что-то себе оставляет, но вот так вот экономика складывается таким образом, что вообще денег в городе нет. А что нужно сделать, чтобы они появились, деньги-то? Тоже сложный вопрос. Это вопрос, наверное, к экономистам. Мне кажется, это какая-то... Я не знаю выход из этого. То есть, если основные направления уже распроданы, как это... Что надо сделать, чтобы эти деньги были опять в Ижевске? Там ситуация с дорогами сейчас такая... Это просто как... Это как бомбежка какая-то. Вот представьте бомбежка. И это, надо признать, да, это город, который подходит к миллиону. А чем же администрация занимается? Это сложный вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok